Друзья, привет! Перед нами новинка от производителя DL Audio сабвуфер Piranha 12SE2.1. Такой вот интересный короб. В нем есть, конечно, своя изюминка. Данный сабвуфер вышел только недавно. Изюминка у него заключается в том, что к данному сабвуферу можно подключить акустику. Помимо сабвуфера у нас за счет встроенного усилителя мы подключаем через отдельные выходы акустику. В данном случае это у нас грифоны. Сегодня я попробую подключить сабвуфер, а также зацепить на встроенный усилок данную акустику. Вот такой вот саб у нас. Короб довольно-таки компактный. Он, я думаю, что не займет много места в багажнике. Сбоку располагается порт, фазоинвертор. Сделан в фирменном стиле DL. Такой логотип интересный. Короб действительно у нас довольно-таки компактный. За счет скоса задней части он будет отлично прилегать к спинкам сидений. Я думаю, что за счет этого места будет занимать гораздо меньше. Итак, давайте посмотрим, что у нас идет по комплектации. В комплектации у нас идет, конечно же, провод RCA, так называемый тюльпан. Если у вас есть выходы на магнитоле тюльпанчики, то подключаем через них. Если у вас штатная магнитола, как у меня, то можно подключиться через высокий уровень. Также в комплекте идет питающий провод на аккумулятор, а также минусовой. Имеется встроенная колодка для предохранителя. Предохранитель также идет в комплекте. Идет у нас такой вот провод. Мы питаем его на кузов. В комплекте также идет удаленный регулятор баса. Провод достаточно длинный, я думаю, возможно его расположить абсолютно в любом месте и спрятать, и чтобы он не болтался, нигде не мешал. Также крепежный элемент у нас, такие саморезики, чтобы закрепить тот же самый регулятор, где вам удобно. А также идет термоусадка и стяжки. Давайте посмотрим по корпусу. Вот у нас так выглядит терминал для подключения. Здесь располагается храниц. Это подключение к высокому уровню. Через этот провод. Это опять же, я говорю, если у вас штатная магнитола и тюльпанов у вас нет, то можно подключиться через высокий уровень. Взять сигнал с динамиков. Далее идет настройки low-pass фильтр. Это фильтр низких частот. У нас сабвуфер играет в диапазоне от 25 Гц до 250 Гц. Но сам фильтр мы настраиваем, то есть срез от 50 до 250 Гц. Сюда у нас включается этот провод. Удаленный регулятор баса. Далее идет level. Это так называемый gain. Далее терминал для подключения 12 Вольт. Подключаем сюда рыжий провод. От аккумулятора тянем. Remote это управляющий провод. В данном случае это такой вот синенький. И ground, земля. Это у нас идет вот этот вот провод. Провод у нас уже обжат. Клема. То есть мы можно взять какой-нибудь болт, который закручивается к кузову. Прямо под него положить. И, соответственно, кончик мы подключаем уже в терминал. Далее у нас идет подключение непосредственно самой акустики. Данный усилитель способен выдать до 50 Вт на акустику. Я думаю, что если, предположим, вы будете врезать дополнительные динамики в полку автомобиля, то, что 50 Вт для повседневного прослушивания вполне достаточно. Тут у нас все подписано. Идет левый канал плюс-минус, правый канал также плюс-минус. Идет настройки уровня Level, минимум-максимум. Вы подстраиваете под свой слух, кому как больше нравится. Также у нас идет кроссовер, который позволяет настройки High Pass Filter и Low Pass Filter. То есть срез по низу, срез по высоким частотам. А также можно выбрать диапазон. То есть либо вообще не использовать Full, то есть у нас полный диапазон будет играть частот. Либо сделать High Pass Filter, то есть подрезать верхние частоты, либо подрезать низкие частоты. Итак, предлагаю его подключить, послушать, как же он у нас играет. Подключили мы акустику через сабвуфер, через встроенный усилитель. Напомню, усилитель выдает на акустическую систему 50 Вт. И у нас грифоны как раз отлично подходят в данную систему. Потому что у них номинально мощность 60 Вт. И встроенный усилитель у нас выдает чисто под акустику 50 Вт. То есть соотношение практически идеальное. Если честно, первый раз я вижу такое решение, чтобы в сабвуфере можно было реализовать схему подключения 2.1. Фактически, это просто, не знаю, ни у одного производителя такого до сих пор нет. И если поговорить о самих динамиков, я про них снимал видео не так давно, где-то месяцев 6 назад. Мне они понравились, они у меня стоят в передних дверях. И, кстати, вот при подключении очень удобно, что у нас имеются прижимные терминалы. Вот так вот они работают, не надо ничего колхозить, какую-то изоленту использовать. Вставил, все, у нас контактная группа зафиксирована. Продолжение следует... По звучанию мне очень понравилось. С учетом того, что грифоны у нас играли на 30% от своей мощности, можно прибавить, конечно же, и больше, но их вполне достаточно. Я считаю, что данный сабвуфер в связке с акустикой будет отличным решением именно для новичка, поскольку это у нас бюджетный сегмент все-таки. Но если кто-то хочет именно просто улучшить свою акустику в автомобиле без каких-то заморочек, как по цене, так и подбором короба отдельно, отдельно башки, динамика, отдельно усилка, я думаю, что весь набор все в одном, скажем так, будет отличен абсолютно для каждого. На этом сегодня я прощаюсь с вами, могу рекомендовать к покупке. До новых встреч, пока!